При входе в фойе поликлиники складывается впечатление, что идет стройка. Полы, стены, потолок. Масштабное обновление предусматривает кардинальные изменения. Постоянные посетители детской поликлиники, конечно, помнят, что в этом месте была аптека. Теперь здесь все изменится. Здесь будет находиться зона комфортного пребывания. Появится кулер, телевизор, кресло. Все, чтобы маленьким пациентам и их мамам было комфортно ожидать приема врача. Ремонт проводится полностью за счет средств Министерства здравоохранения. Детская поликлиника в Видном включена в проект областного здраво поликлиника «Перезагрузка». В данном проекте в 2022 году участвовала взрослая поликлиника. Уже в этом году будет участвовать детская. Полностью изменится формат приема пациентов. Разгрузится часть работы врачей. Будут сформированы сестринские посты. Открыт кабинет выписки льготных лекарственных препаратов. Также в полном объеме заработают телемедицинские консультации. Посмотреть ход работ приехал первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин. Он обратил внимание на то, что после реконструкции в поликлинике появятся новые услуги. Плюс на базе будет у нас что-то травматологический пункт? Детский, детский травматологический. Которого не было? Которого не было. У нас в районе не было? Не было, да. А о чем будет состоять? На первом этаже у нас будет первичный прием врача-травматолога и повторный прием врача-травматолога. Мы уже запланировали кабинеты, где будут размещаться кабинеты врачей и перевязочные, гипсовые. Поэтапное проведение ремонта позволяет работать медучреждению в штатном режиме. На втором и третьем этажах ведутся приемы врачей. Оказываются все виды медицинских услуг. Руководство ВРКБ считает важным, чтобы для маленьких пациентов и их родителей ремонтные работы прошли незаметно, без неудобств. Первый этап крупномасштабной реконструкции планируют завершить уже в марте текущего года. В целом же здание будет обновлено до конца 2023-го. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.